Песня. 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 Иисус говорит ему, если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною. И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет. Но если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Толкование. Господь вручил Петру попечение всех верующих. Ибо если Иаков и получил престол в Иерусалиме, то Петр во всей вселенной. После всего Господь говорит ему, иди за мною, показывая попечение о нем и свое великое расположение к нему. Под следованием, разумея здесь, исполнительность во всех делах и словах. Ибо те следуют за ним, которые идут по следам его жизни и подражают его исправности во всем. Может быть, повелевает Петру и чувственно следовать за собою, являя, как я сказал, свое особенное расположение к нему. Ибо мы делаем последователями своими тех, которые близки к нам. Когда Петр услышал это и удостоился того, что и вселенная ему будет вручена, и что он увенчается мученичеством, то по сильной любви к Иоанну спрашивает и о нем. А он что? Не пойдет ли и он тем же путем, которым и мы? Не будет ли и он общником в попечении об овцах и заботе о них? Ибо слова «иди за мною» почти тоже значит, что ступай, принимай овец, ступай во вселенную. Зная, что Петр заботится об Иоанне и не желает разлучиться с ним, Господь, чтобы прекратить неблаговременный их союз и привязанность друг к другу, говорит, «Тебе поручено дело, совершай его и следуй за мною. Когда я вывожу тебя на проповедь, вручаю тебе всю вселенную. Если же я хочу, чтобы он оставался здесь, в окрестностях Галилеи, и не хочу послать его вместе с тобою, что тебе до того?» Слова «пока приду» некоторые понимали так. «Пока я не приду на распявших меня иудеев, чтобы наказать их посредством римлян и разрушить город их». Ибо говорят, что апостол сей Иоанн почти до правления Веспасиана находился в нагорных местах, проповедовал и пребывал там, а перед взятием Иерусалима удалился оттуда. Итак, так как им вручалось великое дело проповедь, им уже не следовало быть вместе друг с другом, но раздельно пойти одному к тем другому к другим. Для чего евангелист упоминает о том, что он преклонился к груди и спрашивал, «Кто предаст тебя?» Не просто и не случайно, но чтобы показать, что Петр и после отречения своего имел герзновение перед Господом. «Ибо тот, кто прежде Креста не смел спросить о предателе, но поручал вопрос другому, именно Иоанну, тому теперь вручается попечение всех. И он не только вопроса о самом себе не поручает другому, но и о том самом ученике, который пользовался особенную перед всеми любовью, спрашивает Господа и становится как выходатым перед ним. Поделись, пожалуйста, скромность евангелиста, с какой он исправляет ошибочное понимание многих, которые не разумели сказанного о нем Господом, но подумали, что он не умрет. Этого не было. Господь сказал не то, что он не умрет, но что он не будет проповедовать в одно время с Петром, а останется после него. «Пока приду, то есть пока я не захочу вывезти и его на проповедь, тебя я ныне вывожу на попечение вселенной, и ты следуй за мною, а он пусть останется здесь, пока я опять приду и выведу и его, как тебя». Некоторые же так понимают. Петру, услышав, что он не умрет за Христа, сказал, что же Иоанн, не умрет ли и он? Христос не отверг этого, ибо всяк, кто родился, тот и умрет, а сказал, если я хочу, чтобы он прибыл, то есть жил до кончины мира, и тогда садился мучеником за меня. А те не говорят, что он жив, а будет умершлен антихристом, когда вместе с Ильей устанет проповедовать Христа. Если указывают в рог его, что до того, он вошел в него живой, а потом представлен, как Енох и Илья. Итак, Евангелист опровергает ложное мнение тех, кои подумали, что ученик сей не умрет, а будет бессмертен. Ибо сущая ложь, чтобы человек был бессмертен. Хотя Енох и Илья не умерли, однако же они смертны. Так и он. Хотя не умер, но умрет. Посему понимание слова «не умрешь» в том смысле, что будет бессмертен ложным. Иные утверждают, что он умер. А слова, если я хочу, чтобы он прибыл, понимают так, как мы вышеизъяснили. Мы высказали все мнения, чтобы для любопытных ни одно не было безызвестно. По нашему мнению, слова «чтобы он прибыл, пока прибуду», лучше понимать не о жизни, а о разлуке с Петром, как понимал это достославный и златоустый Иоанн. Почему все ученики поняли, и все поняли, что он не умерет? Почему? Ну бывает, один ошибется где-то неправильно. Не в нас, простите. Все. Говорить надо по делу, если есть что-то. И понятие могут. Что случилось? Почему так? Наверное, на то время это было более как вот среди них. Мы же не знаем, какая там обстановка была. Скорее всего эти слова. С 70-е годы. Это вот, ну, сколько, 50 лет назад примерно. Один человек в Киеве. Олег Маленко. Я как раз в это время был в Киеве, и в это время только сказали, ему арестовали. Он в Киево-Печерских, там, подземелье, где под землей хоронен стен, как-то сумел спрятаться. И когда все посетители вышли, а там в горах накопали монахи, эти, ну, пещеры называются, киевские-то, и он там засел. Ушли, все, заперли. А утром обнаружили, что некоторое покрывало, сумершее, сдернутое. А он взял с собой два мешка, ножовку по металлу, и стал пилить там кому ноги, кому руки, потому что церковь готовится. Так, выеду в комнату. Не надо комедию ломать здесь. Что дальше будет? Гонение. А на гонение, значит, надо подготовиться, идти в катакомбу. А в богослужении нельзя служить без антименца. А в антименцах мощи. Ну, если так рассуждать, алармовое состояние, тревожное называется, алармовое такое, и сегодня-то завтра Хрисос придет. Ну, первое, христиане так и понимали некоторые это. То он и сделал, может стать правильным, но это уже психиатрия будет разбираться с ним. А утром-то пришли, а выйти-то и вы не пришлось. И его взяли. Я как раз в этот день был в Киеве. И у кого бы были, тот мужчина стал священником, а этот уехал в Америку, и образовал свою ересь. Церковь Иоанна Богослова. Запомни, Олег Маленко. И когда его кто-то там спросил, дескать, я вот захожу, тут есть такой ресурс Игнатия Лапкин, это все так, что он говорит. Но у него книга такая вышла одна, есть. Вот сразу на меня кинулся. То ли кто помнил, что зная, что я знаю эту историю или что-то, это не так, это не слушайте, и прочее. То он должен воскреснуть, и они его первые примут. А когда написано в откровении, что два светильника, которые будут убиты, и трупы, и трупы будут брошены на улицах Иерусалима, Еноха Илья, а куда третий, откуда взялся? То есть то заблуждение, оно просыпается временами, по векам, и наконец, в 20 веке просыпается. Так что не забудьте это. Когда уже толкование дано, и это человек православный, у него верят в Троицу, все одно, церковь не под каким видом. Главное, что в церковь не ходить. Ему разницы нет, кто. Он сам. Он образовывает это, и сразу находятся люди, которые пойдут за ним. Нет такого заблуждения на земле, как Хаббард и другие, что бы ни придумали они. Обязательно найдутся последователи. Нам даже трудно поверить. Это неужели Сталину верили? Верили. Находились люди, которые делали революции, уничтожили царя, разрушили храмы, расстреляли епископов. Почти 200 епископов только расстреляли. Более 100 тысяч священников. Все под нож. Монахов полностью. Казащество полностью вырезает. Офицерство, дворянство. Все под корень. И люди в это веровали. Потом писали уничтожать друг друга в 37 году. И здесь он нашел последователей, люди, которые писали вот это место, вот это одно. Оно уже уничтожает все. Это заблуждение. А у православных, оно нисколько не лучше. Что Серафим Саровский перед пришествием Христа воскреснет, и там канавка есть в Демеево, и там сегодня ночью будут там идти люди. Много с Россией сойдется. Каждую ночь, каждый день по канавке ходят они. И от них же с эту канавку не перелезут. А советская власть перелезла. Все закрыла и образовала там атомные предприятия. Самые убийственные. И по сегодняшний день точно так ходят. Вот отсюда поехали люди. И там их толпают, фотографируют, и все показано. Это написано «Оставьте России вместе до жатвы». И во время жатвы Господь говорит «Раздастся архангельская труба и мертвые во Христе воскреснут прежде, а затем мы, оставшиеся в живых, изменимся и пристанем на суд». Понимаешь, никуда нельзя отвернуть от Слова Божия, а пол шага, пол мысли. Все. Остаться здесь. Ну и сказали бы «Не понимаем мы, Господи, а здесь и нет». Молва уже пронесать. Кто-то же это бросил. Или Петр. Или Петр Явов сказал «Не умрешь». Мы не знаем, гадать не надо, но это была ошибка. Почему говорят сегодня «Благовестников нет», чтобы поправить. Одни лгут, другие вне церкви, третьи вообще не знают к какому концу пристать. Сегодня только возникают и соробрятся, беспокоятся. Более 50 названий только в России. Все одинаково. Старые книги с одной буквы «Иисус» пишут. Все одинаково. Кожаные книжки эти, толстые, все одинаково. Где-то маленько петь. Поют, а другие мы не поем. Нетрщина глухая, нетрщина звуизвучная, голбешники. Молиться только в голбце надо. Голбец, а то погреб. Другие дырники обязательно должны быть над печкой, нагрузкой дыра. Только передние. Нас звали. 50 с лишним. У меня были такие, он заходит, распятие. А у нас там, а, изображен голубь. Нету голубя. Да какие же вы верующие? А другой за ним все нам приходят. Так у вас голубь есть? Или нет его? Он по-другому уже толкует. Договорились обменять книги, у меня две одни старинные. Я ему дал. Дал каноник 70 разных канонов, 70. Он ушел и больше никогда зубу не подал, сразу обманул. У всех ложь, у него спасение. Это бармаули. И сделать ничего нельзя. Он упертый. Ему мать сказала, 70 верно, верно одна. Ты, сынок, никуда не переходи. Иконы, чтобы ссалили только на подоконнике. Но это не кто-то рассказывает, а в реприхе, брат ваш. Друг хороший, знакомый. Мать так учила. Почему? Вырвай из сознания людей Евангелия, профессор Мастенковский говорит, и на место его будет зияющая смертельная рана, которую ничем не закроешь. Евангелие вырвает, тогда куда угодно приди, что хочешь. Я вот смотрю, так, там открыто, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь новых заветов, первый том. Вы знаете, как трудно было к этому подходить. Сколько я конспектировал вручную, потом перепечатывал, потом преподавал в университетах, но не полностью, сокращенно. Но этого достаточно было. Вот это такое полное не было. Сказано, до восьмписяна жил, восьмписян римский император пришел завоевывать Иерусалим, вот до этого времени там был я, а потом вышел. Уже на всемирное прохождение. А как вы его издали? Уже в это время у меня сейчас 3 или 4 тома вышли открытым оком. Я же не думал, что они будут. Первый том, у меня не написано первый, я думаю, Аладдин будет. Откуда бы я знал? Попросили, вопросы ответят в книге. Я отвечаю. А получилось не 2, не 3, а 33 тома пришлось издать. 33. И когда я думал об этом, то тогда был у нас Яромонах, у меня жил, наполовил судников. Яромонах до 30 лет. Он не благословляет, ничего не мог. Но отношения были очень хорошие. Он был, как сказать, здесь окормлял. Не люблю это слово, считаю его ложным. здесь были казачества. И он с ними был, кажется, черная сотня. Они все враждебно рассматривают. А потом кто-то из наших был, его пригласил, и он покаялся. И он очень грамотный такой был монарх. Вот он у меня жил, английским языком все время занимался. Я единственный человек, который печатал не глядя десятью пальцами по-русски и по-английски. Я по-русски могу печатать, а по-английски я в другой раз потеряю букву M или D не могу найти где она по-другому-то. А он печатал. Одновременно занимался китайским языком. И одновременно перепечатывал Жития Святых 12 томов. Он интернет выставлял. И он мне говорит, вот это я думал издать, а нет, четвертый том, это будет первый том, вот это. Нет, это надо издавать активно. Это он надоумил. Вот он был на Панаил, а потом уехал в себя это сверх все и женился. Такое передают он в Казахстане. Будто звать его Николай, а до этого он на Панаил. Вот вы если запомните это, немножко, воздохните о нем. Потому что брак его, какой бы он ни был хороший, он против канонов. Он дал монаши. Монашество не снимается. Священник может дураться в семье, он его там запрещает. Он сложил себя сам, женился, его никто прихать не будет. Он может одеть, причащать, все нормально. Слышал такого? Вы встречались даже, говорили. А здесь нет, монашество нельзя размонашеств. То есть за что-то, как-то, патриарх, допустим, Нихан, его сославят простым монахом. Монашество не снимается. На это ни у кого власти нет. Он соединяется такое, учение такое, я не говорю это на Евангелие. Но однако вот так. Как бы не он, вот этого трехтонника не было. Оно бы у меня вошло в открытый ухо. Теперь, когда сказал, а какую корочку сделать, по разным редакциям, печатают где, кто что советовал, и наконец, вот так оно вышло. каким шрифтом, вот так писать, это он, что жирным, курсивом. Ну, а дальше уже картина, это все без него было сделано. Раскрасили наши, вот так, издать лучше, самого хорошего, который потеряет ее по 8 параметрам. Картина-то мы как думали, я ходил на выставки художественные где-то, с художниками знакомился. Как это сделать с цветным? Веса водоры. Я думал так, белой краской замазать все, контур оставить, а потом раскрасить. Ну, нашелся один человек, он очень сильно помог с Юлей Третьюковой, она потеряла, учился вместе, тоже с красным дипломом кончил. И он ко мне на дом приходил и помог очень сильно. Как вот, допустим, есть такое, если вопрос какой-то стоит, ты его ткнешь, отдельно вопросы идут, допустим. А потом каждый вопрос отдельно открывается. Ну, на нашем сайте. Это очень трудно было. И он помог, и здесь он тоже помог. Кажется, Женя звать его, Клеймина. Вот Бог как делает? И когда вот это вышло, и с закладками тут, это одна, две, это не два, не две, а это перелизано было. Две тысячи экземпляров, да один, это три тысячи. Три тысячи у нас на три тома, девять тысяч, девять тысячи из закладок. Какое имя, львком таким это. И вот как крешно гуще издавал, и начало, которое предисловие. Это все вам советовал. Советовал, он уже к людей выводил. Никого не претебрегай. Он у меня спал, я внизу, а он на втором этаже. Очень любил спать, в утром никак, я рано, садник, а я-то сажаю. Что дальше-то делать? Он мне покажет. Я дальше льв, а потом перенос пили. Хорошо, что он любил спать-то. Поэтому я ему надоедал, но он мне давал самостоятельно работать. До седьмого то он ему помогал, а дальше я уже сам не встал. Вот это вот история. Я убеждаюсь, что ни о ком нельзя сказать, а он ничего не стоящий, не нужен. И вот самый ответственный момент, это из всех их самый больший спрос. Вчера только я получил заказы в Сербии. Это ваш брат во Христе, там, Стефан, такой-то, я не могу правильно писать. Но сербы наши родные, близкие. И отхода только нет, и заказывают. У меня опять две тысячи экземпляров, в каждом трехкомплее, вот три тысячи стоит. Тоже играет к концу. А я еще, кто рождается, младенцем дарил всем на день рождения. Потому что это бессмертно. И кроме того, здесь 297 комментариев. И он на Панаил сказал, отчеркиваю, где комментарий, так подержи, на маленьком. Где? Вот, черта, и потом другой шрифт совершенно. Не Таймс, а там еще какой-то. Вот. Совершенно другое. И ЕРО стоит. То есть это не толкование. А я на сегодняшний день говорю, а что, а я Феофилак-то не знал о нем. А что об этом сказал, допустим, Кирилл Туровский, Феофан Затгордик. Я дальше в это все вкладывал. То есть мы расширили. И получилось по 752 страницы каждой книге три книги. И плюс сюда приложили откровение на Богослова. Толкование по всем святым отцам, которые собрал отец Геннадий Фас. У нас только на откровение и опровержение самых современных сектантских толкований. Он сам все это знают. И вот 434 страницы только толкование. И получилось поровно. Но я кое-что еще включил. Державина поэма Бог и Марсинковского существ... Как там называют... Достоверное Евангелие. Вот. На каждый том особая какая-то вставка. Я в одном месте Златовул. Златовул если бы кто-то пришел, который ничего не знает, и прочитал бы Евангелие и посмотрел бы на нашу жизнь, то он сказал больше врагов найти нельзя чем мы. Ты поняла в чем дело? То есть человек считает Евангелие еще ничего не знает и он туда устремился вот как надо жить а вот он посмотрит как мы живем и сказал да больше врагов найти нельзя. Это Ян Затаус говорил 4 век начало 5 а что спрашивает не дни века еще 15 веков я говорил об этом 3 причины чтобы человеку быть каким должно быть бояться Бога не попасть в Ах получить награду 3 благодать милость причастие все и если они согрешают на долг так которые вообще ничего не имеют неверующие вот на эту тему я сегодня придем к газету потом посмотрим называется тревога сегодня уже она ежемесячная 205 газет вышло а наркомании захватили Россию задымили всю Россию почему дети курят я просто Алексея потом попрошу как сатана трудится не где-то а там где мы живем еще мы сделали для этого героиновое безумие окна розницу все страна полностью погибает они это видят собираются и идет краевая администрация тут перечисляется тут конечно кто-то за это деньги получается и все решает как игромания два раза ты сыграл тебе уже не вылезти оттуда за деньги где-то идут ничего нельзя сделать и он сделает как помешанный а сатана дает сначала выиграть но если как гольф вместе ты бы поставил ставку вторую и третью выиграл но ты не можешь всех ослепить почему без бога вот она тренога наркотиков нет я пришел к выводу я просто покажу заголовки просчитайте кто-то сумел с этим поправиться в гусульмане да а у них как в Китае наркотики ну сколько ему дают ну год-два он вышел у него связи везет опять идет туда а в Китае так показывают стоят 15 человек захватили все на коленях суд прошел они в тюрьме поработали заработать на патрон который тратили и стоят воины каждого застрелили молодая девушка стоит опрокинулась лежит все и мусульмане те сразу подкорят но мы платим эту цену потому что мы христиане я пришел к этому а почему у нас этого нельзя делать нам не положено убивать а тут только решительные меры наступают там же Ириновский где продавать детям если что-то или где ну от школы должно быть детям нельзя продавать а от школы не меньше чем 250 шагов а если в магазине то в дальний угол куда-то как будто человек не дает но я воду и маюся человек пришел в магазин и сказали вот в том углу виной он не пойдет брать смешно а какие выводы никакие только молиться трудиться благовествовать мне приходилось говорить у него в руках водка стоит я ему говорю он тут же первый раз порван бросил бутылкой пасынок ударил а я говорю что с тобой я поверил в это что же я делаю это Бог делает так и вот мы считаем это ничего не добавляет и Бог возвысит даст разумение полное вот когда считаете думаете я там же иду за Христом мы такие дружные с Ним и вдруг одному гонит иди а второй отстанет почему вопрос поход а он что толкователи будут разно говорить но он понял что Иоанн будет ждать Христа и не умрет а до какого тоже не знают пришествием Христос назвал попадение землян когда Господь посетил гнев израильский народ война это посещение Божье и это тоже они не поняли но теперь у нас толкование и когда это узнаешь вот ты узнал не допускай никогда никаких послаблений себе чем строже к себе относишься тем больше имеешь право сказать и другим а это не потянут люди это нельзя так сегодня народ слабый священники это никто не выдержит это великий пост почему вы решили что не выдержит я сдал статью в газету Алтайская правда раньше больше 100 тысяч экземпляров было а мне говорят эта статья ваша не пойдет она понимает люди не примут ее я говорю зачем вы за людей решаете ну напечатайте они напечатают эта статья на конкурсе не какой-то выше а на конкурсе российский поехали за Урал с этой статьей а как вы узнали я не знал я молился Господь открыл я написал проклят человек который надеется на человека и ревер проклят как так я на него проклят надейся на Бога и он устроит все проклят не просто так я надеялся там партия или Ленин там Гитлер поможет проклят и проклят кто дело Господне делает небреже ты дело Господне делаешь какое самое главное дело спасти душу это так и как другим это сказать вот если бы у нас был один сейчас здесь человек такой ревностный ну ревностный ревностный я думаю кое-что бы изменилось ну а кого вы в жизни знаете ревности деда твоего Александра Иванович не три ребенка не четыре а десять в городе еще сад какой-то рядом да еще на паще там все растет капуста токарем работает следственным заказчиком ну то есть руками и везде свидетельствуют меня он пригласил первый раз к себе я приехал кое-то еще а где он кто-то вот а кто тут спит я я я на пол лягу кто бы ни приехал он у него уже в доме какое бы счастье имели живого видеть слышать где бы какая беседа ни была он там будет и к себе всех пригласит я имел это счастье быть рядом с ним считай 24-25 стихи все ученики свидетельствуют о всем и написал сие и знаем что истина свидетельства его многое другое сотворил Иисус но если выписать о том подробно то думаю и самому миру не вместить бы написанных книг аминь толкование из прочих евангелистов ни один не свидетельствовал сам о себе говорят что он после всех приступил к написанию Евангелия быв подвигнут и возбужден к тому Христом потому что он постоянно упоминает о любви его к себе показывая причину по которой приступил к написанию и что Христос поручил это дело тому которого он любил более прочих и я знаю что он говорит истину то есть что я написал то написал с полной уверенностью так как я был при всем при делах и словах при страданиях и обстоятельствах по воскресеньям посему смело я самому себе говорю что я истинен и взываю рассмотреть и следовать каждое в отдельности события у нас людей когда мы совершенно уверены в истине есть обыкновение не отказываться от собственного о том свидетельства так и апостолы говорили мы свидетели ему в том что говорим и дух которого он дал повинующимся ему деяние 5.32 откуда же видно что я говорю истину а не в угоду учителю из того же что я многое оставил видно что я не хотел угождать ему ибо я выставил на вид все укоризненное не скрыв и того что его называли беззаконникам и обманщикам и даже бесноватым очевидно я не старался угодить ему ибо кто льстит тот поступает напротив позорное опускает а выставляет на вид достославное не удивляйся сказанному что если бы писать книги о делах Иисуса то не вместил бы их мир но помыслы о неизреченной силе Бога Слово и сказанное прими с верой ибо как для нас легко говорить так для него легко и даже гораздо легче творить что ему угодно некоторые же говорят что это по обычаю писание сказано гиперболически ибо у писания в обычное употреблять гиперболы например мы видели города досягающие до неба мы видели мужей и были пред нами как саранча чисел 13, 29, 33, 34 и тому подобное в таком же смысле и здесь сказано что мир не мог бы вместить написанных книг иначе под миром разумеет человека мудрствующего мирское дела же божественные таинственные совершенные Иисусом в мире невидимом невидимом и в домостроительстве последнего времени которое исполнено тайной человек ошибка человек мирской не может понять по сказанному многое имею сказать вам но вы теперь не можете вместить Иоанда 16, 12 но будем молиться чтобы дела и слова Господа никогда не проходили у нас не приходили у нас забвения но чтобы нам всегда раскрывать сию книгу возлюбленного и изыскивать сокровища заключающиеся в чудесах и учениях Иисуса чтобы нам очистившись слове и жизни в день откровения удостоиться низреченнейших дел и тайн которых ныне находясь в мире мы не можем вместить и соделаться совершенными в самом Христе возлюбившем нас и через возлюбленного своего ученика просветившим нас богословием и познанием Его Сына и Отца и Святого Духа которому слава вовеки аминь теперь комментарий точное количество книг с которым человек вошел в 21 век никто не знает Бог будет судить нас только по одной книге по Евангелию Иоанна 12, 48 отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе слово которое я говорил оно будет судить его в последний день если по этой книге мир будет судим то ясно что и жить сегодня нужно сообразуясь с ней этой книгой книг мы должны с любовью и страхом с трепетом и без сомнения всегда раскрывать сию книгу всегда раскрывать сию книгу это Фефилак говорит я теперь неоднократно повторяю открывать а теперь я усиливаю комментарии поясняю и опять всегда раскрывать она пылью запылилась все библиотеки мира уже приговорили Богом и превратятся в пепел 2 Петра 3, 10 придет же день Господень как тать ночью и тогда небеса шумом придут стихии же разгоревшись разрушатся земля и все дела на ней сгорят все не повреждена останется только одна книга недосягаемая для огня которая в последний раз будет пронесена над землей откровение 14, 6 и увидел я другого ангела летящего посредине неба который имел вечное Евангелие чтобы благовестовать живущим на земле и всякому племени и колену и языку и народу все эти места откровения Духа Святого побуждает нас всегда раскрывать сию книгу как необычно звучат эти слова сегодня если бы каждый священник неустанно повторял эту фразу феофилакта взятую этим святителем Златоуста который в свою очередь позаимствовал его апостола Павла которому верил ее Христос заодно это изречение сказанное болгарским архиепископом которым он научает всегда раскрывать всю книгу он обессмертил свое имя как блаженный почему же православные архиепастыри и пастыри не слышат этот его вопль за одним богослужением они раскрывают десятки книг тратят огромные средства на строительство храмов на облачение и инокопись и иконопись хотя это все и нужно но далеко позади более но далеко позади после проповеди он не употребляет никаких усилий чтобы эти слова великого толкователя священного писания сделать для себя и других путеводными он как бы заклинает заканчивая Евангелие что всем нам следует всегда раскрывать эту книгу всегда раскрывать эту книгу всегда раскрывать эту книгу ну все дальше Морсенковский вот Бог позволил иметь теперь эту книгу писать только на один стол с 7 экземпляров у меня не было ни одного я говорю первый раз я встретился с книгой толкования благословения эпилакта это город Вайпеда Литовская ССР и Бог меня так выверт узнал молитвенный зон оказались старообрядцы по-мужски пригласил он домой и так дал мне эту книгу никогда не забуду у него двойняжки были девушки лет по 17 по 18 вот такие вот я рыбал косо а они пройдут у Хасар кажется в руку очень много я никого не вижу я сижу уткнусь а приехал корабль ремонтировать вырос как сюда и бегом к нему помню до 24 главы законспектировал Матвеев и потом опять же где эскакта и опять нашел только старообрядцев уже белогреницкого согласия здесь в Новосибирске и тут уже я мог законспектировать законспектировать первое 4 Евангелия а потом уже с Австралии поступило книга толкование с деяния апостолов к евре а дальше а дальше нету а дальше вот теперь мы ими с толкованием откровения я впервые познакомился я считаю и все непонятно от Александра Ивановича Устинова вашим дедушкой у него было толкование толкование трех толкователей и семи толкователей то есть один и тот же стих в разных позициях аз же мне это видео было я же думаю то есть это Андрей Кисаренко под Акильской церковь принята вот так-то а вот Иврем Селин вот так понимал а этот так-то понимал семитолковое я его начал сразу переводить на русский язык она на славянском была вот каким путем Господь ведет человека почему я вышел на Александра Ивановича почему там вышел на Михаила Еремеева когда Евангелие получил первые руки почему я вышел в клапедии на этих старобрядцев вот если бы все подробно писать даже жизнь одного человека не Иисуса вот тут как это так вот я вообразие такое что я еду сел в Барнауле никогда так не было я нашел свидетельство это мужик я читаю Евангелие две женщины вообразие картину нарисовать хочу он пристал ко мне бросить агитацией заниматься здоровый мужик больше меня ростом я считаю Евангелие людям что ты мужик послушай и он посел поближе потом как охранул Евангелие вот так вот и в окно выбросил представь себе ну я еще посидел вышел гляжу он тоже выходит выходит и совершенно как другой ты меня прости я еще наделал а то все теща виновата а при чем теща да я пошел перелугался с ней я не знал на каком зло сорвать теперь я что говорю ну еще ладно как на Евангелие зло сорвать ну он не не сорвал выбросил в окно но эта картина-то не закончилась когда Сталин вспоминайте я просто рисую картину одну стал беседом дед а женщина она и говорит а где у вас было я говорю да где-то там близко нелегкие в это время нелегкие а мы с дочерью в это время ягоды собирали мы так молились где-то Евангелие Бог дал поезд идет мы смотрим Евангелие летит так это из поезда я говорю а мы же считали с неба с неба Бог дал Евангелие я говорю так Евангелие это непростое мы были в Лиге и в церковь пришли ну а женщина там я сейчас не знаю я скажу что матушка Людмила она там пошли скорее помогать по храму уборкой заниматься мы так постепенно и подъехали и говорим Евангелие да нет Евангелие женщина а у меня есть откуда Сибири Сибири а я вам подарю то есть это Евангелие какая дорога почему-то женщина решила почему-то в этот храм зашли это подробно там все описывают и как у него скандал был с тещей это же том целый можно написать так это не едино я говорю вот мы представь себе едем мы работали мостопоезд 140 у нас бесплатные билеты на железной дороге в любой конец Советского Союза ну как допустим до Москвы а мы ехали куда у нас родители во Фрунзе мы брали до Фрунзе и знакомые которые мы говорим выпиши нам из Фрунзи доехать до Ашхабада а потом охота нам в Грузии побывать в Белизе эта страна одна была а потом в Молдавии и так через Историю Таллин и Сан-Петербург а потом домой а другой путь домой этого не конец мы считали и нам давали билеты бесплатные и мы человек 6-8 ехали и обратно едем в Москве сделали нам остановку куда не было билетов мы не останавливались я так вспоминаю это ну а на билете пищать но мы не знали что остановку только одну можно делать до конца а мы в пенсии до Слаза кажется пенсии да там были знакомые она говорит это так у вас билет дальше идет и вторая остановка у вас пропадает ну как пропадает кассирша никто не сказал ну давай назад скорее садитесь потому что возможности у вас не было а в то время поезд такой-то сдерживого пути отправляется и мы видим поезд пошел все остались стоим и вдруг поезд зашипел остановился тормоза мы с чемоданами своими обрадулись и туда Саша долгов был ты знал его? он здоровый такой ну и наш долгов второй а мы-то сели в 12 поезд уже протянул и теперь мы идем еще темно а посередине поезда ресторан и мы вот через ресторан и идем а женщина там убирает ходит в середине ночи чтобы просить ну такое-то а Саша обернулся уже на выходе спаси Христос ну кто бы знал что в это время мы зашли уже в Тамбор не знаю открывается там где купе проводится оказалось что женщина директор ресторана где Христос? да да вон ходят и сусики здесь целую ночь бородатые и ресторана уже нету и она утром встала и говорит знаешь там сутки такие тарелки не тарелки банки а сутки и она по вагонам разносит найди мне этих попов и когда она дошла до нас а мы уже опять сидим евангелие считаем а то вы ночью проходили да директор просит вас прийти зачем ну она сказала что вы пришли я посоветовал что пойдемте пришли это вы говорили спаси Христос да расскажите о Христе кто это такой и мы начали говорить это у меня один случай был я 4 часа проповедовал в ресторане а в ресторане народу много я один подошел корочки вытаскивает красное сотрудник КГБ прекратите адеканцией заниматься а она услышала подошла вот так вот руки в боки ты показывай да ты вчера чуть тепленький через порог переполз я тебе сейчас слышал извините культурник осел на свое место ну а мы дальше чем угостить то не знаю ну что вы приготовить мы говорим сейчас пост идет кажется уже предпоследняя или последняя неделя поста как пост а у меня батюшки говорят ехали вчера и пили гуляли мясо ели священник ну у нас нельзя ну так мы уже научили я просто бы картошка нечищенная была и маленькая маленькая как бы недоваренная такая что ты кого ж провалил что я сделаю и вот она сделала я вот так большое блюдо вот так на руке как бы это Настя Дарит через всю идем поезд тащим картошку иду вот как это быть надо остановиться надо там соединиться надо кому-то затормозить ну не ради нас поезд и вот почему говорится все писать милые нести я только своим биографиям рассказываю да сколько пришлось говорить о людях в ресторане громче говорил да что сидишь чтобы встань маленько чтобы тебя видно было я встану и говорю это видели все больше такого случая не было они вырвали евангелие а другой смотрел меня за бородой давай таскать опять же едем в вагоне едем с Александром Ивановичем а я возьми и скажи один мужик там сидит читает там его дочка Аня сидела Нюра Александра Ивановича и вот я говорю вам громко считать начнись и сейчас сатана вылезет какой сатана вы что верите он сидит здесь только его не видно а как я говорю я сейчас вам покажу его сатану я говорю да но в человеке сидит я тогда встал скажите так вы не против что я вам почитаю сказки сказки ненецкого народа там интересно как мать любить и как дети не давали пить и забыли заигрались а она от них мать пошла где ногами ступала колючки кровь а там плюква растет сказки народные да ванде сидеть и делать ничего нечего я маленько поглягиваю и говорю ну вот сейчас я прочитаю то что назвать еврейские сказки ну давай и яйцук сказал верующим меня не постыдится мужик гонился скачил ты что здесь да это сказки же ты что считаешь так такое и он на нас попустился а у него в руках авоська с пандарином или чем он меня за бороду смотрел Александр Иванович за бороду вот так голову наша а что Александр Иванович если бы я ему дам он через три сиденья перелетел в это время встает милиционер подходит мужик а ну-ка пошли сразу сник и все а мы сидим а мужик так как пошел из этого у него сетка то ли порвастая и покатились а так он у нас под ногами ползает как будто прощение бросит это случаи такие это я только что помню ой-ой-ой а тут мы как-то поехали на Валдайск там для свидетельства так ну я задремал а в это время передают что-то у нас тут было а тут мои вещи а там кто-то поставил рядом остановка на Валдайск и мне надо выходить а тут какая-то женщина бывает в саночке маленький этаж или такая дуга она дугой я ногой в эту дугу и не вижу ничего эту сумку схватил у нее добежать сумка то и я не моя и как я растянулся вдоль вагона меня поймал эта дуга от этого я не пойму чего они на меня навалились ты схватил нашу сумку да я вижу моя-то рядом стоит сколько было да сколько разговоров потом а кто со стороны сказал своровал и просто садим бежать так вот почему написано если все подробно писать как тот человек родился как учился и все его как-то подвигало и подвигало я не просто так вышел в Лиепае и в Венспусе почему именно я в этот день вышел на берег пошел в кино почему видел бабушку с баулами и все я любил бабушек вот у богов все вымерено было я родился в бедности и какая бабушка мне идет я прямо к ней сразу еще помочь надо где-то еще кусочек подать ей она показала теперь дальше уже Еремееву все еще Евангелие дадут а все это началось с чего с жажды началось с матери она с детства заложила страх Божий вот это первое это нельзя это нельзя дальше моя тоже ничего не могла сказать и первое когда я потеряю приехал с женского пола приняла Ирина сестра моя она девочек собрала я помню у нас крыша такая вон был я вот только что перекрыл деревянный там и она девчонок собралась деревней в Англии считала это первое но обратно это само собой у бога высчитано я работаю на стройке реконструкции города город как бы переносит дальше там расширяется это эскитим ну и что за этим что стоит у бога уже высчитано что там будут люди которые будут вот так на себя вести вот твой путь как раз к этому и идет а тогда уволиться с работы нельзя было ты от работы 14 дней в YouTuber подсудное дело потому что батюшка там один с один он тогда был в армию и что-то у него было что-то такое прямо колебание вот такое оууу как я молился я лезь пощабубểu я ничего нет на работе иду и как зайду там своих там упаду и там молюсь когда пошел бригадир говорит я уезжаю как уезжаешь а мы плотники мы строим такиеcreat posso вооружение, все, я уезжаю, инструмент забирай, и не спрашивай даже, я скорее на пояс, и в Москве был, я вас спрашиваю, как я тебе в боевую счастье попал-то, через забор перелез или как? Или ты меня переодел в форму, по сегодняшний день, не знаю, туда, в казарму, и среди солдат этих, пока он встал на ноги, я не уехал, опять перелез или как, и опять уехал домой. Это жажда спасения души, она положена в сердце. Вот это доставило мне сколько скорби. Поехала в пензу и с пьястятниками там скреснулась. Точно такая же молодость, но еще рот развернула, где бы ты была сейчас? А они-то на нее как надеялись? Она же все там вот. И открытки такие шлетки, ну видно, что поплыла, а я ее туда и отправил. Смотри-ка, побыть, поучиться, то другое. И Господь буквально вырвал, на нее напало такое, что шаг не шаги, я домой. И один за нее, двумя руками каждый цепился, я только домой, только домой. И она вырвалась оттуда. И у меня сохранились некоторые стихотворения. И щеки, там, чумнели, такие слова были, просто я сам не свой был. Вот такое бывает. Бог делает это. когда выбор Малашин внезапно, который фильм ставил, я не могу ничего отбить. Мы с ним так дружились, я за рубежную переписку, он вел у меня. И вдруг он внезапно скончался. Режиссер. Я ничего не могу сделать. Я зашел в магазин, у меня слезы текут, а продавцы меня, знаете, две продавшиеся рядом сели, сидят и мне слезы утирают в магазине. Я говорю, такой человек, он готовился к окрещению и умер. Малаша Юрий Николаевич. Его читали ВОСК Новосибирской телестудией. Вот как Бог делает. И люди находятся, и обращаются, как у Бога пути, все эти переговоры. Я бы мог на него не выйти, вышел. Я беру только из своей биографии. Потому что, когда чужая, ты многое может и не знаешь даже. Я знаю одну сторону мою, а та сторона мне сокрытая. Вот сегодня, сколько благодарности получил от мусульман. От мусульман, которым я не гневе поддакиваю, говорю о Боге, что Он Христос, Бог истинный. И они это видят. Вот, настоящие русские. Помнишь, от Андрея выезжали, когда там Вася был? Ты посчитай под ним, под роликом сколько. Вот настоящие русские, где же встали живут так. А не то, что на щурками называют. Эти никогда не обидят. Это настоящие русские. Ты помнишь, нет? Когда он выезжал. Я подъехал на велосипеде, и в это время разговор. Кто-то из вас там был. И там стояла, кажется, Елисавета, а девочки-то как прекрасно выглядят. Ну, мусульман-то на эту историю-то хватает ума. Они видят, какое выражение лица, как говорят. Это на нашей ролике. Вот сегодня, которые будут пробовать, уже выражение стоит. Пришлось заплатить за меня и Володя, и Виктор. Почти три раза больше нормы. Всего-то несколько дней. Отключили. И деньги там лежат. О-о-о-о. Более жаркие лица сейчас. В Грузии, как ты, на пяти собраниях товар ты? Так, я попрошу Алексея прочитать договорки. С чем борются сейчас люди, и как их победить. Называется «Героиновое безумие оптом и просьбею». Вот, прочитай, кто их дает это издается. Газета «Тревога», издание Алтайского краевого отделения Международной Ассоциации по борьбе с наркоманией и наркобизнесом при содействии Алтайской краевой универсальной научной библиотеки имени В.Я. Шишкова. Вот. И вот сколько здесь их перечисляется, я посчитал, это 205-й номер. Вы, вы сегодня. Но это другой был. Вот эти заголовки вот еще борются. Послушаем. Ну вот, ну вот отсюда, да? Да-да-да. «Как уберечь молодежь от наркотиков и токсических веществ?» Уверуй в Бога. Имеет страх Божий. Единственная жизнь. А ты ее будешь. Они больше 36 лет не живут. Они сгорают. Вот как? По слову Божию. Я ответ даю. А тут, да интересно. Послушай, какими словами замусорили. Ну как? Проблема употребления молодежи и подростков наркотических веществ по своей важности является одной из самых острых в России. Наиболее часто использованные подростков наркотики это марихуана и опий, так как они наиболее доступны и относительно дешево. Распространено также употребление токсикоманических веществ в виде вдыхания паров бензина, растворителей, клея. Наркотики употребляются всеми группами несовершеннолетних. Это подростки в школах, учащихся колледжей, принимают наркотики студенты в вузах работающие, неработающие молодежь. Поэтому выделить какую-то наиболее подверженную группу риска достаточно трудно. А теперь заголовки. То есть слова накручены, теперь заголовки почитать. С чем они борются? Возрастная группа детей 10-12 лет. Так, это отдельно отдельно там ассоциации, люди, средства государства отпускают. Огромное средство. Возрастная группа 13-14 лет. Возрастная группа 16-17 лет. Что такое наркотики? Родители и педагоги. Это вы обязаны знать. А это? Значит, это о наркотических и токсических препаратах, особенности детского и подросткового возраста, возможные предпосылки мотива потребления наркотиков и токсикантов, формирование зависимости от психоактивных веществ, в ее стадии развития задагогования. Некоторые признаки употребления наиболее распространенных психоактивных веществ, потребление наркотиков в причине эпидемии ВИЧ-инфекции, гепатитов, общие признаки начала потребления психоактивных веществ оборудования. Принимайте, принимайте, тетя Твоя. последовательность действий педагога и администрации учебного заявления при подозрении на употребление совершеннолетних наркотиков и передозировка психоактивных веществ. Я сейчас, Володя, ты помнишь, мужчина пошел в буря или шторм, как он один пошел обоевать с ними, с танкоманами, когда у него был лучший ученик, который попросил его усыновить. Где-то он преподавал и потом он ему звонит, этот ученик, и я звоню и в это время выстрел, его убивают. И вот тогда один решил, а он преподавал раз на единоборство, борьба, то другое. он вооружился всем, что есть, и узнал, где трасса, по этой трассе пошел, он уничтожает всех и помогает, они друг другу передают. Вот какой-то фильм более буря, то ли что? Ярость. Ярость. А? Ярость. 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 Ну вот. И он, помнишь, в туалет, который подвал, утром вниз головой его там следующий, где перестрелял и дальше, и никто не может понять, кто это. А уже тревога пошла до на два сока, оттуда идут наркотики-то. Это как, асфальтоукладчик идет, который всех дали. Они все силы подняли, чтобы покойничать. Поймать его, кто он такой. Мы ни к чему не можем призывать, только к молитве. После молитвы. И когда человек верит Бога, я встречал таких, которые у них... Вот у нас был Никита здесь, все время идут под всеми роликами где-то. Вы меня не видите, он отпуренный, он отпуренный. Он много лет занимался наркотиками, но Никита-то был здесь. Холестников. И он, он сказал, отстал. Ну не отстал, Он эту монагу варил у вас здесь на молоке, собирал палы, это вас хватает, конопля. И когда он уезжал, я записал беседу. Никита, ты вот был у нас, принимал или не принимал? Какие-то таблетки с тобой там были. Нет, не принимал. Он скажет, ты поверил ему, а он принимал. Поверил. Ну видно было, что он все время сонный, и очень жоркий такой был везде, на еду. Это у них такое и есть. Гвозная, торная порция нужна, потому что это все перегорает. Я серьезно говорю, я поверил в это. Мне не открыто было. Он сказал нет. А как я могу не поверить? На каком основании? Что он такой сонный. Ну это посредствия того, что было. Но про наркотики он мог рассказывать все. Когда мы поехали, смотрим, машина стоит с той стороны. Ну, бросили мы все, побежали, я в машине остался. Но их нет, были они улетали, спрятались, а машина и стоит. Мы дальше поехали. Я сколько раз здесь задерживал? Да вот, недавно, собирали тут у нас. Недели, полторы, две. Но ничего нельзя сделать. Только Бог, только Господь. И вот они работают, они деньги получают, большие, которые работают. Они рискуют. Представьте, с Афганистана везут, там перестрелки, там убивают. Но Америку, так сказать, переходят. А наоборот, только усиленности, когда они в Афганистан, после сокрушения торговых, таким, не построились. Нет. Борьба только одна. Вот это игрование, то же самое. Ставка. У нас, Аня, знамога такой был. Он еще не может сделать. Достоевский играл. Аминь. 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 Аминь.